приветствую вас дорогие друзья в данном видео предлагаю разобраться с красотой нашего сайта до навести такой некий марафет и давайте начинать ну во первых я уже просмотрел весь сайт по сути все что относится не по непосредственно к самому сайту не к магазину здесь все хорошо все стили соблюдены и все нормально да единственные проблемы со стилями единственное несостыковки идут непосредственно в самом магазине а поэтому давайте перейдем в раздел продукция то есть продукция то у нас раздел который отвечает за наш магазин да и здесь мы это как бы несоответствие стиле как раз таки и наблюдая во первых что сразу бросается в глаза да это вот такая вот надпись наша продукция да вот эта надпись она должна быть в некой такой каем очки дают если посмотреть например раздел оплата и доставка то у нас здесь вот этот заголовок оплата и доставка такой некой каем очки которые достаточно симпатично смотрится да здесь же это совершенно ну так сказать грубо и это обязательно нужно исправить и так как это исправить давайте рассмотрим но во первых давайте посмотрим на содержание кода этого элемента для этого наведем курсор мыши и правая кнопка мыши просмотрим код элемента еще раз повторюсь что вот эти возможности просмотра кода элемента доступны только для браузеров google chrome и яндекс в мазили там немножко по-другому это выглядит ну и на других браузерах честно говоря я этот как бы эти моменты не использовал так хорошо ну вот видим до что код у нас отвечающий за заголовок наша продукция вот он да видим что это заголовок первого уровня и насколько вы помните вот этому заголовку первым уровнем нам необходимо прописать некий класс для того чтобы узнать какой это класс давайте пройдем на оплату и доставку на эту страницу да и посмотрим что это за класс видим что вот здесь вот h1 до тегу h1 который отвечает за заголовок первого уровня прописан класс вот такой вот давайте этот класс сейчас мы скопируем копируем и давайте сейчас его вставим сюда вот к нашей продукции попробуем вставить просто посмотрим какие изменения у нас произойдут вставляем нажимаем enter так получилось еще раз вот отлично да то есть смотрите вот вот у нас получается сразу стилизировался наш заголовок единственный момент единственный нюанс заключается в том что если мы сейчас обновим страницу то у нас все станет на других своя так как файлах конечно же мы изменение произвели вы просто посмотрели как это будет выглядеть если изменение эти произвести файлы поэтому что нам необходимо сделать ну естественно нам необходимо сейчас открыть программу total commander которая нам поможет найти файлы с нужным нам кодом и так смотрите да то есть у нас есть заголовок который заключен у нас в тег div до с классом шопит так ну давайте вот этот класс мы скопируем шопит да и попробуем найти все файлы которые содержат данный класс и так заходим в total commander на вызываем поиск и здесь также мы выбираем папку в которой искать а будем искать в папке нашего сайта это папка iphone да то есть локальный сервер наш папка home localhost 3w и здесь наша папка iphone нажимаем ok и непосредственно будем искать именно в ней то есть когда мы не знаем где конкретно находится файл нужно искать по всей папке так здесь ставим галочку с текстом вставляем данный класс и обязательно ставим галочку на эту 8 после чего нажимаем начать поиск и дожидаемся когда нам программа найдет все файлы в которых содержится данный класс и так программа закончила свой поиск и нашла нам два файла в которых содержится данный класс отлично как теперь определить в каком какой файл непосредственно отвечает за страницу вот наша продукция на самом деле давайте вам открою небольшой секрет свой как я это определяю на самом деле может быть это грубое определение но я делаю именно так и поэтому так и покажу давайте начнем с первого файла хотя в принципе если посмотреть приглядеться да то понятно что вот файл находится в папке template default категории дал в категориях и называется файл main категории то есть это главная категория ну скорее всего по названию это тот сам файл который отвечает нас за данную страницу потому что это у нас и есть главная категория магазина так давайте его откроем блокноте notepad++ и убедимся в этом для того чтобы убедиться я делаю следующим образом то есть я выделяю весь текст его вот так вот жахаю как бы убираю удаляю нажимаю кнопочку сохранить и обновляя затем страницу сайта если у меня товар вот весь вот вся страница у меня убегает да если она исчезает вот в данном случае она исчезла это говорит о том что данный файл у нас отвечает непосредственно за данную страницу поэтому возвращаемся на свои круга для этого нажимаем сочетание клавиш control z либо можно было правка отмена нажать да и сохраняем наш файл то есть опять обновимся чтобы так сказать не впадать в панику что у нас страница исчезла и теперь нам необходимо в данном файле найти так сказать вот этот самый класс давайте его скопируем здесь нажимаем сочетание клавиш control f control v и искать то есть вот он нам находит в единственном варианте данный класс вот он у нас на и как и как мы видим по коду да вот в коде просмотра элемента заголовок у нас стоит сразу после данного тега див с данным классом а поэтому то есть вот у нас идет так див так вот он нас идет и вот он нас так сказать открывается далее у нас идет заголовок h1 вот именно сюда нам необходимо вставить на тот класс который у нас задает нужный нам стиль так копируем данный класс и так вставляем его вот сюда вставили нажимаем кнопочку сохранить и теперь давайте обновим нашу страницу обновляемся отлично все то есть у нас получается стили прописались нормально и теперь нормально адекватно это все дело выглядит на следующий момент до следующий момент нам необходимо разобраться с вот этими самыми категориями то есть вернее с их отображение то есть они но я бы не сказал что они корректно отображается то есть они во первых не помещается у нас на отведенный на страницу да и ведь это естественно нужно исправить во вторых вот мне здесь абсолютно не нравится вот это вот черная каемочка и и желательно также уничтожить так ну сразу скажу что за эту страницу отвечает у нас тот же файл где мы произвели сейчас изменения по коррекции нашего заголовка то есть это и понятно да то есть мы это уже как бы в этом убедились когда мы удаляем данный код то есть у нас вся страница уходит следовательно это как раз таки тот самый файл который отвечает нас за вывод и самих вот этих вот категорий поэтому его не закрываем пока его оставляем и пускай у нас пока подождет первым делом я предлагаю убрать вот эту черную каемочку так давайте на самом деле посмотрим для начала как выглядит это все дело в коде так ну вот то есть по наводим наш курсор мыши на разные код и посмотрим как это дело все выглядит так но вот допустим ты был класс категории да вот и понятно что получается что вот это вот сама вот это вот каем очка да вот сам этот товар то есть здесь у нас идет изображение идет заголовок там еще есть блок для описания краткого так вот это не что иное как таблица да с классом категории и если мы посмотрим на css вот который у нас правом углу внизу до отображается мы увидим что вот здесь у нас есть стиле которые задают как раз таки вот эту каемочку стиль border это как раз таки и есть вот это вот каем очкам то есть если я здесь убираю данный бой борода да то есть смотрите у меня получается вот здесь вот как бы в другом варианте он начинает быть активным то есть если я его отключаю то есть вариант который второй стоит он нас зачеркнуть то есть он получается не читается если вот это отключая он начинает читаться то есть следовательно вот если я этот отключаю то у меня вот эта черная каемочка убегает следовательно нам необходимо найти файл default css и данные так сказать вещи нам необходимо отредактировать то есть закомментировать либо удалить но лучше конечно закомментировать чтобы как бы на всякий случай они у вас оставались хотя можно и удалить и так так как как бы вот это вот страница это у нас идет от магазина да то есть от джум-шоппинга следовательно в джум-шоппинге нужно искать поэтому давайте в первую очередь посмотрим стиле самого джум-шоппинга для этого зайдем папку нашего сайта iphone и найдем здесь такую папку корни компонент то есть джум-шоппинг это компонент и поэтому он находится именно в этой папке заходим в компонент и находим здесь папку относящийся к джум-шоппингу да к магазину вот комп джум-шоппинг заходим в нее и здесь мы можем найти в папку css то есть вот папки css у нас находится непосредственно все файлы которые отвечают за стиль за стиль отображения нашего магазина то есть это все категории и так далее открываем данную папку и видим что здесь у нас пожалуйста есть так сказать файл default css вот именно этот файл мы сейчас открываем в блокноте но тут плюс плюс так вот смотрим на каких у нас здесь строках этот код прописан строка 161 ну давайте пройдем на строку 161 так и по сути я здесь данный код не нахожу ну давайте я еще так сказать попробую скопировать джум-шопинг-тейбл категории так копируем и попробую найти так ну так как так не то немножко скопировал вот эту штуку нам скопировать так и еще раз попробую найти так ну на самом деле он мне это дело не находят следовательно данный файл он ну так сказать не в нем все это дело прописано скорее всего ну я так также предполагаю что скорее всего это как бы стили для непосредственно самого шаблона нашего и джум-шопинг берет эти стили уже ну так как в нем в самом не прописаны эти стили да вот и дефолт css он берет эти стили с другого дефолта который отвечает за наш шаблон поэтому давайте сейчас перейдем обратно в корень нашего сайта нашей папки iphone зайдем папку templates то есть это наш шаблон и зайдем наш шаблон за это опис и папка css здесь мы найдем так и также файл под названием default css и откроем его вот так опять же пройдем на 161 строчку по моему да да и вот пожалуйста да вот вот мы нашли нужный нам код бордер соли да вот так же как вот здесь бордер то есть и по сути как бы мы можем это это дело сейчас закомментировать так комментируется очень просто достается слышь звездочка затем и где комментарии нужно закончить нужно поставить опять же звездочку и слышь все то есть вот мы закомментировали далее нам необходимо противность на строку 152 так вот строка 152 и здесь тоже вот этот бордер нам нужно закомментировать либо удалить ну по желанию на самом деле я обычно комментирую на всякий случай чтобы если что можно было вернуть все на свои круги так закомментировали нажимаем кнопочку сохранить теперь идем на наш с вами сайт обновляем страницу и смотрим произошли изменения до изменения у нас произошли и вот это вот некрасивая черная каемочка у нас с вами ушла далее что я предлагаю дальше сделать а дальше предлагаю вот вот это вот название до название нашей категории как бы сместить вот сюда вниз то есть для этого нам необходимо зайти файл отвечающий за нашу категорию это main категории . php то есть сейчас вот мы откладывали его немножко но попозже вот сейчас время пришло и как бы наша задача сейчас поработать непосредственно с ним так нам необходимо посмотреть на элемент iphone да на название это если что иное как ссылка и у них у этой ссылке есть класс продукт link давайте тут этот класс мы скопируем пройдем файл main категории control f вызываем поиск control в вставляем и находим данную ссылочку вот она надо то есть вот данная ссылочка и что получается получается что она выведена вот эта ссылочка как бы во второй столбец то есть получать смотрите вот идет таблица у нас да вот она она получается вот так сейчас я покажу ну вот это вот все таблицы получается таблица в таблице да вот эта таблица непосредственно отвечает за сам саму вот эту единственную категорию да вот как бы и здесь у нас есть строка вот она она строка у нас здесь получается так вот она строка у нас получается у нас здесь одна и есть два столбца первый столбец у нас идет под изображение в талу второй столбец у нас идет под ссылку на как бы ну за подзаголовок который является ссылкой название нашей категории и краткое описание так вот чтобы это дело все сместить вниз нам необходимо из из этого сделать так сказать из двух столбцов сделать один столбец до следовательно вот эти вот вещи мы можем убрать в итоге у нас смотрите остается получается один столбец да то есть одна строка один столбец если сейчас сохраню то смотрите что получится получится вот такая вот штучка да то есть у нас все это дело перемещается вниз да то есть и находится внизу далее я предлагаю сделать небольшой отступ от картинки то есть если картинка у вас просто будет здесь не как бы с белым фоном да допустим с черным то будет прям видно что как она переживается данной категории поэтому я предлагаю сделать еще небольшой отступ отступ прописывается вот таким вот образом то есть прописывается на треугольные скобочки бр ну и такой слэш enter проверим отлично то есть все теперь прекрасно и далее можно поработать непосредственно со стилем вот этого вот вывода да то есть вот как бы вот это вот категория можно увеличить есть шрифт можно поставить ее посередине ну и так далее да то есть если посмотреть на пример который я сделал давайте сейчас я перейду на продукцию да то есть я поставил все-таки дело посередине как бы поменял здесь вот эти вот сказать цвет самого как название категории но это сейчас на самом деле не сильно принципиально давайте сейчас все таки сделаем некоторый момент да так давайте пропишем стиль для вот этой самой ссылочки пропишем допустим другой сказать шрифт на чтобы у нас шрифт был побольше не такой маленький а побольше так это нужно прописать в самом теге а так ну вот здесь вот вот у нас этот тег начинается и вот здесь вот где-то нам это дело нужно прописать ставим пробел прописываем такую штуку как process то есть стиль равно ставить две кавычки и здесь прописываем такой код как фонд сайс то есть фонд сайс это есть не что иное как шрифт и делаем допустим 18 пикселей ставим точку запятой сохраняемся и обновляем чтобы посмотреть что у нас из этого вышло как обновляемся и вот видим что у нас шрифт поменялся да и стал вот такой вот побольше 18 пикселей далее что можно сделать можно поставить данные данное название до данные название категории по центру для этого достаточно сделать следующее для вот этого так сказать тега а да для нашей вот этой ссылочки необходимо прописать параграф то есть так вот параграф прописывается буквой п английской и здесь параграф закрывается и в параграфе мы должны указать следующее то есть line равно центр таким вот образом мы можем выровнять как бы данную категорию по центру давать сейчас это дело это дело обновим и посмотрим прошли ли у нас изменения до видим что изменения у нас произошли и теперь у нас это дело все отображается по центру так ну а по сути мы более-менее поставили категории теперь мы видим что они у нас ну более-менее красиво стоят единственный момент да если посмотреть например который я сделал то есть они здесь у нас еще при наведении да когда мы наводим на так сказать ну на на какую-либо категорию она у нас подсвечивается таким вот сероватым цветом так чтобы это сделать это на самом деле делается у нас уже в стилях css так в самом файле default css можно сделать до файле шаблона так давайте это дело откроем блокноте на под плюс плюс нашли паут дефалт лежит папки нашего шаблона папки css да и здесь где-нибудь внизу а сейчас мы вот что сделаем то есть мы во первых просмотрим кода элемента так вот смотрите какой момент то есть вот у нас есть здесь класс джон шопинг категория да то есть это класс непосредственно самой вот это вот таблицы которая вернее даже не таблицы это класс это класс у нас столбца так вот мы этот класс копируем идем файл дефалт css здесь где-нибудь внизу ставим точечку этот класс вставляем и вот посмотрите для всего ну как бы для класса джон шопинг категории всех так сказать столбцов которые содержат такой класс мы пропишем следующий так сказать стиль пропишем background background двоеточие и пропишем какой-нибудь цвет давайте попробуем например красный цвет так я здесь ошибся бак граунт газа был вот нажимаем кнопочку сохранить и посмотрим что это нам даст как обновимся так видим что вот что нам это дает нам это дает вот такой вот подсветку да так чтобы это сделать так сказать чтобы при наведении это все дело у нас выделялось для этого нам входе необходимо прописать вот здесь следующее то есть после т.д. ставим двоеточие и прописываем такое слово как hover прописали нажимаем сохранить и теперь обновляем опять же страницу теперь у нас смотрите как дело будет выглядеть то есть у нас категория выглядит стандартно если мы наводим у нас получается она выделяется таким вот красным красным цветом ну естественно красный цвет здесь не к силу не городу поэтому это дело нам необходимо исправить так ну давайте возьмем какой-нибудь свет другой так сейчас одну секунду допустим возьмем ну такой вот цвет так 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 где мы его найдем ну ну на самом деле давайте сейчас просто воспользуюсь программы color money дополнительных материалов вам также ее приложил пускай она у вас будет color money а да и наверно виду допустим свою мышку вот сюда например вот такого цвет так копии копируем и этот цвет сейчас вставлю вместо красного так вставляем сохраняем и проверяем что у нас теперь это даст так теперь при наведении видите да что у нас это дело сказать отображается вполне адекватно так данной странице категории мы с вами разобрались все у нас теперь хорошо все как на примере теперь давайте перейдем в подкатегорию и посмотрим как здесь у нас дела обстоят здесь у нас на самом деле дела обстоят ну примерно так же как так сказать прошлой категории и здесь видимо файл отвечает у нас другой за вывод под категории давайте будем его искать так ну наведем как курсор мыши просмотр кода элемента и посмотрим что у нас там за это дело отвечает так ну так 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 то есть но на самом деле я предлагаю найти все файлы которые будут содержать в себе джим shopping категории да вот куда этот класс так давайте его скопируем перейдем в total commander здесь выставляем то есть пускай у нас стоит папка iphone по умолчанию и здесь вставляем джим shopping категории нажимаем начать поиск и дожидаемся пока нам программа найдет все файлы который содержит данный класс и так программа нашла нам 29 файлов что на самом деле уже отличается от 2 да и давайте будем это дело разбирать ну смотрите то есть можно сразу тут методом так сказать отбора да все это делал понять что какие-то файлы нам сразу не подойдут например файлы которые отвечают за языки то есть они естественно сразу отпадают файл install допустим да то есть он также нам не подойдет так как это файл который относится к какой-то установке html файл с расширением также не подойдет нам нужны файлы только решение печки вот но по сути давайте не буду вас томить и скажу что скорее всего то есть это файлы которые находятся в папке категории да то есть вот в самом непосредственно компоненте непосредственно в шаблоне компонента дефалт и категорию мы разбирали main категории да вот первоначально то есть вот вот этого категории мы начали нашли вот на она то есть она у нас никогда не делать здесь вы эти дела и мнения как и производили вот вторая категория категория дефал эта категория которая скорее всего отвечает за вот эти самые подкатегории если я сейчас открою файлы так сказать данного компонента компонента джон шопинг до компонент так компонент джон шопинг папка template default здесь вот в категории зайду сюда дату здесь увижу несколько файлов то есть файл и файл категории main категории и продукт так вот main категории это главная категория который мы с вами разбирали и категории default это скорее всего так сказать то самое тот самый файл который отвечает за вывод этих подкатегорий а так ну давайте это дело проверим то есть мои предположения откроем вот этот файл категории default и попробуем сделать то же самое что делали с прошлым файлом так выделяем удаляем сохраняем и обновляем нашу страничку посмотрим так вот мы убедились в том что это тот самый файл возвращаемся на места сохраняем возвращаем обновляем так и здесь в первую очередь видим да что во первых у нас здесь вот это вот дело iphone опять же стоит не так как нам нужно для этого нам необходимо опять же класс этот скопировать копируем можем для нас класс и идем файл и здесь самом начале вот если мы посмотрим внимательно да то есть самом начале мы видим вот сам вот это название категории на им да то есть вот ваш один по сути мы можем даже вызвать поиск и попробовать найти все h1 то есть он нам найдет вот в этом файле всего лишь один так сказать тэка что один который он он парный естественно так и который отвечает за заголовок так вот вот здесь нам необходимо вставить вот тот самый класс вставляем сохраняем обновляем страницу чтобы проверить так вот видим что все отлично да стиле у нас применились следующий момент это нам нужно опять же вот эти вот название категории перенести вниз то есть давайте опять же найдем здесь класс продукт link пойдем попробуем найти так вот он нам находит данный класс и здесь на самом деле сделать нужно все то же самое то есть удаляем ставим так переноса бр сохраняем и обновляем страницу чтобы убедиться что мы изменения произвели так сейчас на странице обновиться вот замечательно то есть произведение проект как все эти изменения у нас произвелись и теперь можно опять же так сказать поиздеваться над над этими названиями да но их можно на самом деле точно также стиле им задать можно как бы задать другие стили ну здесь уже на ваше усмотрение так ну допустим можно опять же шрифт поменять поставить style так фонд сайс двоеточие ну примеру там также можно поставить пикселей нажать сохранить проверить и можно это дело поставить посередине но я посередине здесь уже ставить не буду пускай у нас хоть как-то как бы эти категории отличаются да вот ну хотя при желании я думаю вы знаете как поставить посередине так ну все остальное здесь вроде замечательно зайдем давать теперь еще в продукт продуктах здесь я думаю реконструкцию продукции на же перевести перенести на следующий видео урок так мы зайдем в сам продукт давайте зайдем сам продукт вот здесь вот так сказать мне не нравится как выглядит вот эта вот часть да то есть опять же здесь вот как бы название нашего продукта она не стилизирована поэтому давайте ее также сейчас стилизируем и на этом данный видео урок закончен в следующем уроке мы с вами продолжим работу над так сказать стилями нашего магазина так посмотрим опять же код элемента так это то есть самом деле сейчас вот для меня сказать это все дело заводит в тупик потому что здесь я прям так сказать сказать на сто процентов что это за файл я вам не смогу но скорее всего давайте сделаем предположение и это дело проверим то есть возможно возможно что бы за вывод данного файла отвечает допустим вот этот файл продукт ну хотя я в этом не уверен давайте все таки это дело проверим так нет 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 так ну давайте будем тогда экспериментировать да попробуем взять нейм продукт так вот прям скопировать этот нейм так одну секунду я тут натворил делов сейчас я обновлюсь опять же так вот на название нейм продукт давайте попробуем скопировать и попробую попробуем найти с помощью total commander вставляем нажимаем начать поиски и попробуем найти так вот замечательно он нам находит два таких файла первый файл формата xml то есть этот файл который нам нас не интересует второй же файл продукты файл печки этот продукт который действительно к нам подойдет так и здесь мы давайте попробуем найти h1 да то есть заголовок первого уровня так h1 вот он нам чего-то находит то есть также вот так h1 парный да и вот здесь нам необходимо я так понимаю прописать стиль давайте сейчас этот стиль класс вернее мы скопируем копируем и вставим его вот сюда вставляем сохраняем и обновляем страничку отлично все стиль мы с вами задали и теперь я думаю что на этом нужно завершить данный видео урок и в следующем видео уроке мы с вами продолжим редактирование у нас осталось еще разобраться с продукции да вот то есть она во первых уходим за рамки то есть не совсем выглядит так как как нам нужно нам нужно сейчас покажу как так 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 это не то ну вот здесь вот это дело все сейчас покажу как оно должно выглядеть на самом деле так ну вот видите да то есть у нас должно выглядеть все именно вот таким вот образом да то есть должно при наведении так сказать выделяться должна стоять другая кнопочка и когда мы заходим сам продукт то есть вот эти вот сопутствующие товары должны выглядеть вот в таком варианте не таком который у нас сейчас то есть если сейчас захожу у нас это дело но совершенно некрасиво смотрится что ж на этом данный видео урок закончен и в следующем видео уроке мы продолжим